Добрый день! Я хочу вам рассказать о своем уходе за волосами. И первые два средства это шампунь и кондиционер. Это французская марка Кларан. Они продаются в аптеке, но это уходовые средства, не лечебные. Мне очень нравится этот шампунь. Он с ромашкой для светлых волос. У меня волосы тяжелые, достаточно вредные. Этот шампунь, в общем-то, мне подходит. Также мне очень нравится шампунь из этой серии с манго для сухих волос. Но я покупала шампунь с крапивой. Правда, не себе, а как бы своим мужчинам. Мне он совершенно не понравился. Шампунь с крапивой не очень хорошо пенится. Волосы от него жесткие. Он не экономичный, не подходит светлым волосам, так как они приобретают какой-то серый оттенок. А в принципе, вся остальная серия Кларан мне очень нравится. У них очень приятные травянистые цветочные запахи. Единственный недостаток, они плохо промывают масляные маски. И следующий шампунь. Это шампунь от всем известной фирмы Ифраши с гомомелисом. Это шампунь для всей семьи. Мне очень нравится этот шампунь. Он не сушит волосы. Он без силиконов, без красителей. Он жидкий, совершенно прозрачный. Вообще, в народе гомомелис называют это ведьмин орех или орешник ведьмы. В принципе, можно мыть голову даже маленьким детям, но он немножечко пощипывает глаза. В принципе, я этот шампунь использую для послемасляных масок. И следующее средство. Это кокосовое масло, масло Ши, масло Макадамии. Эти масла, я делаю из них маски для волос, но я отказалась от чисто масляных масок. Все-таки они для меня очень тяжелые. Я делаю, их перемешиваю вместе с каким-нибудь бальзамом или маской. На данном этапе у меня понтин паравит. То есть я беру в равных частях масло, плюс даже я несколько масел сразу использую. Макадамии, допустим, кокосовое масло. И добавляю туда бальзам. Мне так легче волосы. На волосах распределяются эти маски. И легче смываются, как мне кажется. Кокосовое масло и масло Ши я покупала в магазине для маловаров. Честно говоря, я разницы между ними особо не вижу. Как будто из одной бочки. По цене тоже они стоили 80 рублей за килограмм. Может быть, это просто какой-то 25-й отжим уже. Я не знаю. Одно из моих любимых масел это масло Макадамии. Я его открыла недавно для себя. В принципе, это масло можно использовать в качестве дневного, ночного крема. Вокруг глаз для кожи. В основном он идет для увядающей кожи. Также после ожогов. И также добавлять можно в маски для волос. Для арома расчесывания я приобрела 4 эфирных масла. Это пачули, лаванда, жасмин и чайное дерево. Арома расчесывания нужно проводить только с помощью расчески из природных материалов. Желательно щетина натуральная. Нельзя применять расческа из металла и пластмассы. В принципе, это придает волосам аромат. Я бы не сказала, что это какой-то лечебный эффект. Больше влияет на настроение улучшения, на нервную систему, на эмоциональное состояние. Также нужно быть внимательнее, переусердствовать с количеством масла. Это может вызвать головную боль. Вот и все мои средства для волос. А в заключение я хотела вам еще рассказать, что буквально недавно я наткнулась на новый метод мытья волос. Этот метод называется ковошинг. Метод популярен у девушек-африканок. Это мытье волос без шампуня, только с помощью кондиционера. То есть мытье больше механическое, а не химическое, так скажем. Условие, что бальзам должен быть без силикона. Тщательно массируем волосы и сильно трем с помощью бальзама. Я не знаю, но я хочу попробовать, потом расскажу вам.